В Стокгольме подвели итоги Евровидения. Победила украинская исполнительница Джамала, наш Сергей Лазарев, третий. При этом, по результатам зрительского голосования, в котором участвовали десятки миллионов человек, он занял первое место. Вышибал 12 очков. Ему поставили жители 10 стран, в том числе самой Украины, а также Германии, Сербии, Эстонии, Латвии. Победу нашему артисту прочили и букмекеры, но на итоговый результат повлияли мнения профессионального жюри. Из шведской столицы репортаж Алексея Изотова. 361 балл от телезрителей Европы. Больше, чем у кого бы то ни было. Результаты голосования за Россию ведущие объявляют в самом конце. Это значит, что люди, сидевшие у экранов, отдали свои голоса Сергею Лазареву и его песне. Но в результате математического сложения их выбора с голосами невидимых экспертов на первое место вышла украинская певица Джамала. Украинская делегация ликует. Победа Джамалы стала полной неожиданностью для всех. Ее песня действительно все эти дни стояла высоко в рейтингах, но ни в одном не была лидером. Зрители, голосовавшие своим личным евро, делая ставки у букмекеров, также не видели ее выше второго места. Как говорится, победителей не судят. Я Джамалу поздравляю. Замечательная была Австралийка. И по жюри она выигрывала. Но я счастлив, что зрители проголосовали за Россию, за мою песню, за наш номер. Так что, в общем, у меня никакого расстройства, честно говоря, нет. Замала. 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 Как вы чувствуете? У нас убегает. У нас найдете. Накануне финала Киев заявлял, что в случае победы Россия откажется от участия в следующем конкурсе. И члены украинского жюри не поставили нам ничего. В отличие от украинских зрителей, отдавших за Лазарева, как и зрители многих стран, именно 12 баллов. Похоже, что песню, которую аудитория признавала лучшей, эксперты вдруг откровенно бойкотировали. Высшие 12 баллов Россия получила от жюри всего четырех стран. Азербайджана, Греции, Белоруссии и Кипра. Для меня, например, важнее в данном случае результаты зрительского голосования, честно говоря. Потому что вообще-то музыка вся сочиняется именно для зрителя. А профессиональные жюри это для другой какой-то формы оценки музыки. Ну, зрители и слушатели оценивают песню. Поэтому в данном случае я считаю, что Лазарев это победа. Лазарев победил. Абсолютная победа в зрительском голосовании Сергея Лазарева – это поддержка болельщиков. Работа большой международной команды профессионалов. Самый весомый вклад внес наставник Лазарева и композитор песни Филипп Киркоров. Это всего легкой руки такие. Я приехал на Евровидение, потому что если бы не Филипп, я бы не ощутил. Никогда бы эту актеру не попал и не впустил бы в свой организм такое количество адреналина. Результат налицо. И сегодня за страну было не стыдно, я думаю. И мы очень рады, что его песня в чартах во всей Европе, на первых местах, все эти полгода об этой песне говорили. Для Лазарева это еще и победа над собой. Полгода упорных репетиций. Обморок прямо на сцене. А на первой же репетиции в Стокгольме он упал прямо с декорации. Номер России в этот раз считался самым опасным и впечатляющим за всю историю Евровидения. Россия! Россия! Фанаты конкурса собираются перед финалом еще за два часа до начала шоу. Флаги 42 стран-участниц, яркий макияж и невероятные костюмы. 10,5 тысяч билетов на сегодняшнее шоу было продано на официальном сайте всего за 20 минут. Многое в этом году было впервые. Никогда еще на сцене конкурса не танцевали роботы. А 3D-проекции, как в норме Белоруссии, не прошедшим в финал, не выглядели еще настолько реально. Пожалуй, впервые в этом году сами организаторы позволили себе, по сути, политическое высказывание. Танцевальный номер, изображающий радость всей Европы толпе беженцев, сами европейцы, судя по отзывам, приняли неоднозначно. Впервые финал Евровидения транслировали в США. Права на показ купила одна из сетей. А во время голосования выступала мировая звезда Джастин Тимберлей. Нынешний конкурс обошелся Швецией в 20 миллионов долларов. Прошлогодний в Копенгагене стоил 60 миллионов. По правилам конкурса, следующее Евровидение должна принять Украина. Но готов ли Киев выложить такие деньги, пока большой вопрос. Алексей Зотов, Илья Марин, Юлия Заграниченко, Первый канал, Стокгольм, Швеция.